Став губернатором Софии, Лабин выступил в роли созидателя и просветителя. Читаем в историческом исследовании Петра Серафимовича Кобытова. Он сделал немало для строительства и организации школ. Участвовал в проектировании памятника замечательному болгарскому революционеру. По его инициативе в Софии была основана первая библиотека имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Престаем вместе страницы большой жизни. Служил в войсках, знаком с войною. В кресте был правую рукою. В уделах ведал массой дел. С Самарою сойтись умел. И выбран был ее главою. Будущий глава города Самары Петр Владимирович Лабин родился 10 сентября 1824 года в городе Подольске. Московской губернии в семье чиновника из обедневшего дворянского рода. Учился в гимназии, затем в Петербургском коммерческом училище, по окончании которого был зачислен в Тульский егерский полк унтер-офицером. В 1849 году он участник похода русских войск в Венгрию, затем участник Дунайской кампании и обороны Севастополя. Здесь он получил чин капитана и свои первые боевые ордена. В 1857 в карьере военного была поставлена точка, и Алабин приехал в Вятку, где был назначен помощником управляющего удельной конторой. Уже здесь в Вятке проявилась кипучая энергия и деловые качества Алабина. Решив издавать книги для знакомства народа с русской поэзией, он подготовил и издал сборник русских поэтов для чтения простолюдинами. Он же приложил немало усилий для открытия в Вятке публичной библиотеки и первым поставил вопрос об открытии краеведческого музея. В начале 1866 года Алабин переехал в Самару. Но и здесь его интересовало не только то, что было связано с вопросами службы. Интересовало сразу и многое. Биология и история, археология и умственное развитие. «Да как у вас только на все времени-то хватает, Петр Владимирович!» Недумевали современники, которые не могли даже запомнить всего, что интересовало Алабина. Алабин только улыбался. Времени на все у него не хватало. Но он старался успеть как можно больше. Ну а мы тем временем заглянем под обложку книги, которую держит в своих руках Петр Владимирович Алабин. Эта написанная им книга называлась «Трехвековая годовщина города Самары». И в ней уделялось отдельное внимание умственному образованию в Самаре, городскому благоустройству и общественной жизни, а также описывались некоторые замечательные события, совершившиеся в Самаре за прошедшие столетия. Перечитаем некоторые страницы этой книги. В знойное здешнее лето всяким удовольствием местное общество предпочитает отдохнуть вечером от томительного дневного жара на воздухе, и обыкновенно весь город лишь только станет садиться солнце, стремится в общественный сад, гулять под его тенистыми деревьями, любоваться видом на Волгу и слушать музыку. Устройство этого сада началось еще до переименования Самары в губернский город. Но процветать этот сад стал уже при губернаторе Гроте. По его просьбе сад этот принял свое специальное заведование Сергей Сергеевич Лошкарев, который не щадил сил и энергии и вложил их в процветание этого сада. При губернаторе Гроте сад наполнился цветами, и в нем устроили фонтан. Для спуска с горы была построена деревянная лестница, а в оранжерею выпустили растения не только из других городов России, но даже из-за границы сад на глазах у самарцев преображался и становился украшением города. В этой связи Новая Городская Дума в первый же год своего существования решила изменить характер управления и содержания сада. Для этой цели была избрана специальная комиссия, которой было поручено следить за порядком в саду, и ежегодно на сад отпускалась из городского бюджета потребная для этого сумма. Выбранная комиссия, состоявшая из любителей садоводства, с энтузиазмом принялась за исполнение порученного ей дела. И сразу же теплица с экзотическими растениями, от которой сад терпел только убытки, была заменена на другую, где выращивались цветы для садовых клумб. Часть сада была обнесена изящным резным деревянным забором с каменными столбами на каменном фундаменте. Пришедшая в негодность деревянная лестница заменена на широкую каменную. На пустырях посадили деревья и цветы. В саду появилось много новых скамеек. Пройдет еще несколько лет, и Сруковский сад не будет иметь по красоте себе соперника по всей Волге. Мы не говорим уже, что тогда местная публика еще больше к нему привяжется, так как привязанность к саду может выражаться только большим или меньшим его посещением. А Сруковский сад и ныне чуть ли не всегда бывает полон летом. Днем это любимое гульбище детей. Вереницы их бегают и играют по его дорожкам и площадкам, под надзором своих нянек и гувернанток. А вечером он даже в будни, про праздники и говорить нечего, до того наполняется публикой, что по его аллеям, особенно по главной, с трудом можно двигаться. В 5 часов пополудни 30 августа 1886 года в так называемом воксале Струковского сада состоялся обед по подписке на 200 персон в честь 300-летия города Самары. Перед этим над украшением сада и воксала трудились многие и трудились немало, но и не тщетно. Весь сад был украшен флагами и гирляндами зелени, а над входом вокзала под большим величественным государственным гербом расположился щит, на котором живыми цветами была сделана надпись 1586-1886. Прямо против входа, внутри воксала, был помещен портрет государя-императора. Слева от него, писанный масляными красками, вид Самары с гравюры Алиария, а справа фотографический вид города настоящего времени. Едва при громе музыки на террасе вокзала было окончено приветствие начальнику губернии, сделанное городским головой и гласными, из большой чаши начал бить большущий фонтан. Он падал каскадами вниз по искусственным скалам, нарочно построенным к этому дню. Вслед за этим начался обед, и был провозглашен первый тост во слабую за здравие государя-императора. Тост был покрыт громким «Ура!» и громом народного гимна. Юбилейный обед продолжался до девятого часа вечера. Между тем, на противоположном берегу Волги зажглись потешные огни в виде многочисленных смоляных бочек и разложенных между ними гигантских костров, которые, одновременно запылав, картинно отразили свое пламя и в темных облаках, и в волнах, пробегающих мимо них реки. А самый сад, в котором не переставали греметь два оркестра музыки и хоры песенников, наполнился гуляющими, долго любовавшимися невиданным здесь додоли электрическим светом, которым наш уважаемый заводчик Бенке иллюминировал весь сад и осветил воксал. И действительно было чем любоваться. Эффект электрического света в густой листве садовых дерев и в переливах воды все еще бившего фонтана, отражаясь в его струях всеми цветами радуги, были поразительны. В 1885 году, накануне празднования 300-летнего юбилея города Самары, гласные городской думы единодушно избрали Алабина на должность городского головы, подчеркнув тем самым его заслуги перед городом. И снова, в ответ на недоуменные вопросы современников, как ему на все хватает времени, Алабин молча улыбался. Времени на все ему не хватало, но он очень старался успеть как можно больше. Исполняя обязанности городского головы, Алабин сосредоточил свои усилия на строительстве городского водопровода. И в 1887 году такой водопровод был открыт. Это была огромная победа и огромный шаг вперед. Горожане могли пользоваться водопроводом бесплатно, а привыкшие задыхаться в пыли и бояться пожаров, город теперь мог вздохнуть полной грудью. Это Хуон Алабин выступил инициатором строительства в Самаре памятника царю-освободителю. Это он поддержал идею строительства каменного здания драматического театра. Это при нем Самара строила новый кафедральный собор и благоустраивала городские улицы. И как у вас только, Петр Владимирович, на все хватает времени, не удымевали современники. Но Алабин не любил рассуждать на эту и на другие темы. Он делал шаг за шагом и одно дело за другим. Расти же, град благословенный, во имя Руси процветай, Петра Великого, священный, завет собою оправдай. С вами был Михаил Перепелкин.